Все видят сны, но запоминают их лишь умные люди. К таким выводам пришли ученые, проводящие исследования снов. Оказалось, что чем человек более интеллектуален, тем наиболее яркие и разноцветные сны он видит. Здравствуйте! Мы не случайно затронули тему сна. Сегодня мы расскажем о его влиянии на жизнь человека. Также в программе. Сколько мы этого углекистого газа из воздуха улавливаем? Карбоновый полигон. Что это такое и почему КФУ решил создать необычную ферму? Задача стоит в том, чтобы мы были востребованы сегодня и были востребованы через 5 и 10 лет. Каковы ключевые задачи университета в рамках программы «Приоритет 2030»? Об этом в эксклюзивном интервью у ректора КФУ. Все работы, которые участвуют в нашем конкурсе и участвовали в нашем конкурсе, это чрезвычайно актуально. Лучшие математики мира. За что дается премия имени Лобачевского. Это единственный рабочий телескоп такого размера в России. Телескопом в небо. Как обсерватория КФУ может попасть в список мирового наследия? В Татарстане появится карбоновый полигон. Базовым научным центром выступит Казанский федеральный университет. Это предложение поддержал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко неделю назад во время своего визита в КФУ. Он посетил Институт геологии и нефтегазовых технологий, на базе которого создан научный центр мирового уровня по рациональному освоению запасов жидких углеводородов. Гостям продемонстрировали лаборатории, в которых сейчас ведутся исследования на самые актуальные темы. В прошлой программе мы рассказывали о проекте, связанном с разработками в нефтедобыче. Он получил мегагрант. Сейчас перед КФУ стоят новые задачи. Среди них и создание карбонового полигона. Что это такое и какие разработки представил университет высшему руководству страны и республики увидела Роза Зарипова. Если такие часы ломаются, можно их не разбирать, а сделать компьютерную томографию, понять в чем проблема и уже более целенаправленно на действие. Это лишь маленький пример того, на что способна эта большая машина. Лаборатория рентгеновской компьютерной томографии изучает структуры горных пород, минералов и не только. Аппарат позволяет, не разрушая предмет, увидеть материал во всех областях. Поворот образца на 360 градусов дает возможность получить до 1200 снимков, воссоздавая трехмерную компьютерную модель. Чем меньше у нас размер образца, тем больше у нас разрешения. То есть для такого образца мы можем увидеть поры размером всего лишь 5-6 микрон. Это масс-спектрометр стабильных изотопов, который мы используем для генетической типизации нефти. Это вроде как получить генетический паспорт, только не человека, а нефти. Прибор позволяет выявить источник происхождения черного золота. Уникальный комплекс, он работает уже на самом деле над решением задач происхождения нефти. И мы уже тоже использовали, имеем большой опыт на работах по парниковым газам. Потому что тот же СО2 или метан, они всегда сопровождают нефтяные месторождения, газовые месторождения. Техническая база, собственные наработки и методики позволили КФУ запустить еще один важный пилотный проект. Впервые в Татарстане на базе Казанского университета создадут карбоновый полигон и ферму. Возможности ВОЗа в этом проекте оценили гости из Москвы вместе с президентом Рустамом Минихановым, посетив лаборатории, институты геологии и нефтегазовых технологий. Там же базируется и научный центр международного уровня по рациональному освоению жидких углеводородов. Это очень важный инструмент для определения источника парниковых газов. Уникальность в том, что это один из единственных в России приборов, который оснащен полным комплексом автоматизации, позволяет проводить исследования онлайн 24 часа в сутки. И это один из самых чувствительных приборов на данный момент не только в России, но и в мире. Создание карбонового полигона в Татарстане на базе КФУ поддержал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Татарстан и Казанский федеральный университет станут восьмой площадкой среди других ведущих регионов и вузов России. Предполагается, что на этих полигонах будут, во-первых, отрабатываться методики, позволяющие оценить эмиссию и секвестрацию вот этих климатически опасных газов, а также отрабатываться технологии по созданию территорий, которые будут усиленно секвестировать выбрасываемый или находящийся в атмосфере углерод. Пока что выбирается место, где будут располагаться карбоновые полигоны и фермы. Рассматриваются земли Раивского заповедника, территории юго-востока Татарстана, а также национальный парк Нижняя Кама. Это своего рода научный ответ на современную проблему. Что предпринять, чтобы улучшить экологическую обстановку? Нам, как стране, доказать, что мы не только выделяем углекислый газ, когда производим какие-то товары, но и когда, обладая огромными площадями естественных сообществ, сколько мы этого углекислого газа из воздуха улавливаем и ассимилируем у себя. О возможностях университета, его потенциали и планах говорили в лаборатории 3D-геоцентра. С 2012 года, датой его открытия, центр активно сотрудничает с ведущими нефтяными компаниями России. Имея такой центр, можно вычислить запасы нефти и без бурения скважин. Бурение каждой новой скважины – это очень-очень дорогое удовольствие. Счет идет на миллионы долларов. Поэтому мы хотим бурить именно там, где скважина даст наибольшую эффективность. А как нам это понять? Для этого мы собираем различную геологическую и геофизическую информацию и строим цифровую модель месторождения. И дальше, исследуя эту цифровую модель, мы можем сказать, что да, в этой части месторождения у нас наилучшие свойства, а в этой части месторождения свойства похуже. Дело в том, что построив хорошую гидродинамическую модель, мы можем рассчитать, какой объем нефти это месторождение может нам дать через год, через пять лет, через десять лет. Здесь же ректор Ильшат Гафуров, выступая перед гостями, рассказал о запуске в конце года очередного грандиозного проекта. Это открытие собственного университетского технопарка. В конце прошлого года Устануга испринял решение. В феврале нам передали площадки, которые строились под Уолл-Скилс. Вот здесь показаны, и мы начинаем разворачивать собственные технопарки. Мы обычно являемся поставщиками кадров для зарубежных, в основном технологических компаний или научных кадров. И если сюда приезжает такое количество иностранцев, это говорит о качестве образования. Здесь перспективность, как они сами оценивают, использование в последующем этого образования. Они раздавали своих специалистов. Здесь, в Тарстане, как раз есть все предпосылки для того, чтобы иностранные обучающиеся нашли здесь достойную и интересную работу. О том, что иностранные кадры важны для российской экономики и привлечь, а главное, воспитать этих специалистов, можно и через обучение в наших вузах, говорил Ильшат Гафуров на заседании стратегической сессии. Выступая в качестве модератора рабочей группы, экспансия российского образования ректор отметил, что необходимо увеличивать число бюджетных мест для иностранных студентов. Кстати, КФУ сейчас занимает третье место в России по числу иностранных студентов. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ, итоги недели. Отметим, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высоко оценил подготовку специалистов в Казанском университете. Он подчеркнул, что перед правительством стоит задача продвигать нефтехимическую продукцию не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Поэтому самые современные и востребованные разработки должны создаваться в кооперации с научным сообществом и бизнесом. При этом университет готовится к заявке в программе «Приоритет 2030». Здесь будет представлен широкий спектр исследований о ключевых задачах ВУЗа в рамках актуальных проектов, а также о главных итогах встречи с Дмитрием Чернышенко в эксклюзивном интервью с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Равкатовичем Гафуровым. Здравствуйте, Ильшат Равкатович. Добрый день. В конце прошлой недели Казанский федеральный университет посетил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В ходе встречи обсуждались разные темы. Какие из них вы бы назвали самыми значимыми для нашего университета? Вы знаете, на самом деле для нас это было особое событие, поскольку в формате встречи на площадке «Энополюса» Дмитрий Николаевич и Валерий Николаевич Пальков совместно с президентом нашей республики Рустамом Рогалевичем посетили наш университет. Мы показывали Институт геологии и нефтегазовых технологий, говорили о возможностях в целом нашего университета и рассказывали о достижениях университета и рассказывали о своем видении развития университета в дальнейшем. Мы, конечно же, начинали говорить о цифровых трансформациях, и мы показывали на примере Института геологии и нефтегазовых технологий, как эти цифровые трансформации реализуются в масштабе нашего университета. Я напомню, что в каждом структурном подразделении нашего университета выделены специальные центры ответственности за проведение этой работы. Мы обсуждали вопросы или возможности создания на нашей площадке карбонового полигона и карбоновой фермы, рассказывали о своем видении и, в принципе, получили практически полную поддержку. Обсуждали также вопросы возможности быстрой реализации тех задач, которые поставлены были в целом перед страной президентом Российской Федерации, говорили о проекте 2030, о перспективах, и, конечно же, несколько слов говорили об итогах программы 5 ТОП 100. Как была воспринята информация о готовящемся к открытию технопарка КФУ, учитывая, что и сам Чернышенко поставил задачу ВУЗам проработать вопрос создания таких площадок? В конце прошлого года было принято решение, а в феврале месяце были подписаны все необходимые документы о передаче нам 18 тысяч квадратных метров площадей, которые строились под проведением WorldSkills. Да, это только старт реализации данного проекта, поскольку требуется еще достаточно большой провести объем работ, прежде всего связанный с проектными работами и так далее. Но начало есть, я думаю, и будет успешная реализация этого проекта. Мы рассматриваем данный проект как возможность создания нового рынка труда, ориентированного на завтрашний день. Поскольку, когда мы говорим, что мы должны работать на индустрию, существующую, на бизнес-структуру сегодняшнего дня, то мы должны понимать, что мы говорим о участии наших выпускников в реализации технологий либо сегодняшнего, либо вчерашнего дня. А если говорить о технологиях завтрашнего дня, то, конечно же, мы должны эти технологии формировать в стенах университетов, научно-исследовательских центров. А когда мы все время говорим, что мы должны коммерциализировать собственные наработки в области науки и образования, но при этом не создаем никаких инфраструктурных объектов, конечно, мы работаем впустую. Должен для справедливости сказать, что в Татарстане достаточно большое количество различных институтов развития, но они не находятся ни в собственности университета, ни управляются университетами. Я сейчас не говорю только о Казанском федеральном университете, но в целом. Точно так же руководством республики принято решение, пока еще документов нет, но о передаче контрольного пакета акций многих региональных инжиниринговых центров, которые были созданы несколько лет назад. Они также должны вплотную работать с научными центрами и с университетами, прежде всего локализованными на территории нашей республики, ну и в целом на штабах Российской Федерации. Говоря о перспективах, как раз, Ильшат Равкатович, расскажите, пожалуйста, о главных задачах университета в рамках программы «Приоритет-2030». Когда мы участвовали в проекте глобальной конкурентности, мы выбрали для себя приоритетные направления. Их всего несколько. Но все они носят междисциплинарный характер, то есть они дают работу всему коллективу университета. В то же время они востребованы и государством, и обществом, и бизнесом, что говорит о том, что эти работы будут поддерживаться и государством, и бизнесом, что на самом деле и происходит сегодня. Поэтому, говоря о будущем, конечно же, мы будем опираться на достигнутые результаты и будем рассматривать их как фундамент для нового движения. Естественно, будут внесены определенные коррективы с учетом и вот пандемии. И мы сегодня усиливаем работу по созданию цифровых образовательных ресурсов. В целом, сегодня модернизируется наша инфраструктура для реализации цифровых технологий. И усиливаются институты, подразделения университета, которые ориентированы на эту сферу деятельности. И, как я уже говорил, конечно же, мы ставим перед собой задачу объединения вопросов развития и цифровых технологий, и биологических технологий. Это объединение, я думаю, даст определенный такой, так называемый, квантовый скачок к нашим движениям. И самое главное, наши выпускники сумеют и реализовать собственный потенциал, я думаю, это будет способствовать в целом развитию и новой индустрии на территории, прежде всего, нашей страны Российской Федерации. взаимопроникновение результатов наших научных исследований в нашу же клинику. Поскольку человеческая жизнь – это самая дорогая жизнь в биологическом сообществе. И я думаю, когда наши исследования будут нацелены на улучшение качества жизни, на увеличение жизненного цикла человека, конечно же, мы будем востребованы. Прежде всего, задача стоит в том, чтобы мы были востребованы сегодня и были востребованы через 5 и 10 лет. Но вот, оглядываясь назад, я работаю в университете с 2010 года, как вы знаете, то в целом мы не так много сделали ошибок. Я не говорю, что мы совсем их не делали. Но любая новая дорога, она требует усилий, соответственно, затрат и финансовых, материальных, и человеческих затрат. Поэтому надо нацелить на то, чтобы особенно молодая часть нашего коллектива, они знали, что у университета есть очень хорошая история, есть неплохое. ситуация сегодняшнего дня, и я думаю, есть хорошее будущее, но это будущее мы должны сформировать вместе с вами все. Большое спасибо, Илья Травкатович. Рахмат, спасибо, удачи. Полную версию интервью с ректором Казанского Федерального Университета смотрите на нашем канале Универ ТВ. Еще одно направление, которым по праву может гордиться казанская наука, это математика. Математическое направление с первых лет открытия университета было самым сильным и результативным. Казанская математическая школа широко известна далеко за пределами нашей страны. Имена Александра Котельникова, Петра Широкова, Александра Нордена, Николая Чебутарева, Николая Читаева, Михаила Нужина известны даже далеким от математики и механики людям. Но самый знаменитый ученый, великий геометр Николай Лобачевский. О его открытии неевклидовой геометрии мы недавно рассказывали. В Казанском университете бережно хранят память о нем. Помимо музея, памятника, в честь Лобачевского учреждена одноименная премия в области фундаментальной и прикладной математики. Медаль и премия вручаются раз в два года. Ее получаются выдающиеся открытия, изобретения, которые имеют важное значение для науки. КФУ уже объявил очередной конкурс на соискании премии и уже есть первые заявки. Роза Зарипова расскажет о тех, кто становился обладателем награды и каковы критерии их отбора. И на сегодняшний день мы уже имеем пять зарегистрированных номинантов. Это все пять выдающиеся математики. И поэтому в конце августа, когда мы соберемся, члены жюри, нам будет очень трудный выбор сделать. Имя лучшего из достойнейших, возможно, уже есть в этом списке номинантов. Председатель жюри Марат Арсланов первый, кто знакомится заочно с конкурсантами. Имена этих соискателей он уже знает наизусть. Среди них есть и наши соотечественники. Профессор Михайлов из Москвы, Исабитов из Санкт-Петербурга. Премия имени Лобачевского, она входит в первые десятку самых авторитетных, престижных математических премий. Медали премии имени Лобачевского присуждается Казанским федеральным университетам за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Работы, отправленные на конкурс, проходят обязательную экспертизу у членов международного жюри. Мы должны проверить, опубликованная работа, когда она опубликована, она признана ли мировой математической общественностью, а потом, какое она имеет значение для развития самого направления математики, куда относится эта работа, и для ее приложения. И в новейшей истории Казанского университета вписаны имена двух лауреатов этой премии. Это Ричард Мелленшон, который получил премию в 2017 году, и Дэниэль Вайс, который получил эту премию в 2019. С двумя последними лауреатами Екатерина Турилова, член жюри конкурса, знакома лично. Здесь в музее имени Лобачевского хранятся портреты всех обладателей одноименной премии, начиная с 1897 года. Музей первого ректора Казанского университета открыли к юбилею ученого. Тогда же, после длительного перерыва, возобновили конкурс. Сейчас премию и медаль имени Лобачевского в КФУ присуждают раз в два года. В последний раз в 2019 году лауреатом стал канадский ученый Даниэль Вайс. Премию профессору присудили за его решение знаменитой гипотезы Хакена. Мы продолжаем исследование, которое проводил Николай Лобачевский. Фактически мы исследуем трехмерные объекты, которые рассматривал Лобачевский в своих исследованиях. В состав жюри вошли представители как международного математического сообщества, так и российские ученые. Всего 16 человек, в том числе из Казанского университета. Порой работы, представленные на суть жюри, достигают до 600 страниц. Отправить заявку на соискание премии могут не все кандидаты. Имеют право академические институты и академии наук, как российские, так и зарубежные. Имеют право университеты, имеют право какие-то крупные организации научные или научно-технические, которые зарекомендовали себя очень высоко в российском и международном пространстве. То есть самого движения у нас невозможно. Все работы, которые участвуют в нашем конкурсе и участвовали в нашем конкурсе, это чрезвычайно актуально. Это современные работы. Они имеют большое значение для дальнейшего развития науки. Это один из главных параметров, по которым мы оцениваем эти работы. Если она давно уже сделана и теперь уже никакого дальнейшего развития, результата полученного в этой работе не имеет, это уже для современной математики неинтересная работа. Они не рассматриваются. Победитель определяется путем тайного голосования. Имя лауреата станет известно осенью, а в первых числах декабря, в день рождения великого российского математика, в императорском зале Казанского университета состоится церемония награждения. На торжественное вручение лауреат должен явиться лично. Это главное условие конкурса. Победитель получит 75 тысяч долларов и медаль имени Лобачевского от КФУ. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ. Итоги недели. Если звезды зажигаются, значит пора ехать в обсерваторию. Еще один объект, которым может гордиться не только университет, а вся республика. Тем более, что астрономические обсерватории КФУ включены в предварительный список семерного наследия ЮНЕСКО. Данный комплекс один из старейших в России. Именно здесь впервые появилась на сегодняшней территории нашей страны кафедра астрономии. Эти объекты уникальные памятники, которые своей деятельностью демонстрируют уже на протяжении почти двухсот лет важные изменения в науке и технике. Во второе воскресенье марта во всем мире отмечают День планетариев. Его проводят для того, чтобы приобщить как можно больше людей к красоте нашего неба, пропагандировать астрономические знания. А для Казанского университета еще и время, чтобы напомнить, как повезло татарстанцам, которые могут приобщиться к святым для науки и истории объектам. Наталья Никифорова побывала в одной из обсерваторий университета и увидела, что комплекс это не только про астрономию, но еще и про краеведение. Вот уже 120 лет загородная обсерватория Казанского федерального университета является местом притяжения романтиков, приезжающих сюда увидеть звезды и небо, студентов, интересующихся секретами космоса и вселенной, ученых, спешащих сделать свои открытия. У обсерватории функции следующие. Первая функция – это наблюдение, разумеется. То есть осуществление наблюдений, небесные сферы, их обработка, публикация научных работ. Первая карта астрономической обсерватории. Астрономическая обсерватория, она почему-то на этом месте оказалась. Потому что тут тоже проблема возникла по выбору, где ее расположить. Дело в том, что вокруг Казани в те времена были частные земли. И только вот эта земля, она была государственной дачей. А начало преподавания астрономии в Казани уходит своими корнями еще к Казанской гимназии, в физическом кабинете которой был ряд астрономических инструментов, переданных следствием к кафедре университета. Но поистине основателем Казанской астрономической школы стал Дмитрий Дубяга, назначенный в Казани и Санкт-Петербурга в 1884 году. Дубяга был дружен с русским астрономом Василием Ингельгардом. Ингельгард человек был состоятельный, жил в Дрездене и завещал свою частную обсерваторию Казанскому университету. Тогда не обошлось без скандала, потому что каждый университет в Германии надеялся, что оборудование и телескоп достанется именно им. Это единственный рабочий телескоп такого размера в России. А всего их 26 в мире, в который каждый человек может приехать и посмотреть именно, допустим, на Луну, на Туманность Андромеды своими глазами. Уникальное оборудование, старинный телескоп и сейчас находится в целости и сохранности здесь, в главном здании обсерватории КФУ, которая уже включена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь верят и надеются, что скоро из предварительного списка уже смогут попасть в основной. Документы собраны, все заявки поданы. В Сатарстане накоплен большой опыт по вхождению как раз в охраняемый список ЮНЕСКО. Второй момент, я считаю, то, что опять-таки возглавил вот этот вот процесс Митимир Шарипа Чаймиев. Это серьезный очень руководитель. Я думаю, что в конце концов все-таки цель будет достигнута. Знакомиться с космосом, разглядывать звезды и бороздить просторы Вселенной сегодня могут и все посетители планетария КФУ, открытого на территории обсерватории 8 лет назад. Уникальные программы, фильмы, экспонаты. Например, есть даже метеорит, возраст которого 4,5 миллиарда лет. К Международному дню планетариев здесь подготовили специальную программу. Нашим гостям выпадет уникальный шанс увидеть работу планетария изнутри. Какова конструкция купола планетария? Как работает пульт управления сложнейшим оборудованием? Здесь удивляет все. И атмосфера, и место, как будто бы специально затерянное в лесах, чтобы никто не мешал рассматривать звезды и делать новое открытие. Есть здесь и усыпальница, где свой вечный покой нашли два друга. Дмитрий Дубяга и Василий Ингельгард, завещавшие похоронить себя рядом, на территории обсерватории, в создание которой оба внесли неоценимый вклад. Наталья Никифорова, Алексей Румянцев. Итоги недели. КФУ. Это еще не все. Далее в программе мы научим вас правильно спать, и не только. Нам уже дали возможность написать этого бота, который в дальнейшем будет уже работать. Метеобот. Кто расскажет о погоде столетней давности. Мы с вами находимся в специальной комнате хранения отдела рукописи и редких книг. Сокровища в руках, что заменит один из отделов университетской библиотеки. В Казанском федеральном университете пройдет фестиваль семей сотрудников, преподавателей и студентов. В рамках него состоятся фото-турнир, конкурс детских рисунков и поделок, интеллектуальная игра и конкурс юных талантов. Каждый год фестиваль пользуется большой популярностью. И сейчас организаторы ждут работы и заявки от участников. Надеемся, что праздник пройдет интересно и весело. О других событиях, произошедших в КФУ в нашем дайджесте. Подготовка кадров для рынка труда, целевой набор вузов от территории и программы для выпускников колледжей. Об этом шла речь во время визита Ильшата Гафурова в Актанышский район. Ректору университета представили проекты, разработанные в рамках программы КФУ по профессиональному развитию руководителей общеобразовательных организаций района. Во время визита прошло совещание в рамках подготовки к августовскому совещанию работников образования. Здесь же было подписано соглашение о взаимодействии между КФУ и Актанышским технологическим техникумом. По нему будут разработаны сквозные программы для выпускников среднего специального учебного заведения. Ребята, которые после 9 класса поступают в техникум, они затем могут без экзаменов на схожие направления подготовки поступать в инженерный институт в нашей набережной Шелнах и обучаться там по сокращенным срокам. В КФУ создали метеорологический телеграм-бот. Он знает, какой была погода в столице Татарстана в последние 120 лет. Это разработка доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Тимура Алхадеева. Через его бот можно будет бесплатно узнать, какой была погода в Казани в любой день, начиная с начала прошлого века. Нам предложили идею написать, ну как бы нам уже дали возможность написать этого бота, который в дальнейшем будет уже работать. В Казанском федеральном стартовала студенческая весна. Во время фестиваля до 19 марта свои концерты дадут все институты КФУ. Первыми выступили химики и филологи. По итогам университетской студвесны пройдет гала-концерт, а лучшие номера попадут уже на республиканскую студенческую весну. Уникс снова зажил активной студенческой жизнью. Студенты очень соскучились по творчеству. Номеров больше, коллективов больше. Это, несомненно, радует. Особенности въезда в Россию. Постановка на миграционный учет, оформление приглашения для граждан визовых стран. Эти темы стали основными во время прямого эфира для иностранных студентов и абитуриентов по вопросам обучения и поступления в Казанский университет. Ответили на вопросы проректор по внешним связям Тимирхан Алишев, директор департамента внешних связей Ольга Вершинина, а также начальник отдела привлечения и набора иностранных обучающихся Рауф Сабиров. В России впервые снизили скорость социальной сети. Под удар попал Твиттер. Его работу ограничили из-за нарушений закона. Как сообщили в Роскомнадзоре, соцсеть нарушила закон, который обязывает выявлять и блокировать запрещенный контент. В Твиттере это контент, например, склоняющий подростков к суициду или информация об использовании запрещенных веществ и даже детская порнография. Как сообщили в ведомстве, если Твиттер не почистит подобный контент, то его ждут более суровые санкции. О том, чем жил интернет и социальные сети на этой неделе, нам расскажет Леонид Толчинский в своей авторской рубрике. И вновь с вами «Смотрите сами». Как мы и предполагали, на минувшей неделе Роскомнадзор действительно предпринял попытку подавить активность Твиттера. Попытка показала массу уязвимых сторон. Так же, как мы и предсказывали, оказалась малоэффективной. Сам Твиттер спокойно пережил ситуацию, чего не скажешь о некоторых российских провайдерах и медиаресурсах. Но кибервойна набирает обороты. И вот уже в общественной палате России стали предлагать полностью заблокировать Твиттер. К чему все приведет? Покажет время, как любит говорить Екатерина Андреева. Будем следить за ситуацией, скорее как за технологическим экспериментом. Памятуя, что первый подобный опыт с Телеграм чуть не обвалил российский интернет-банкинг и бесславно провалился. Но сегодня совсем короткий акцент хочу сделать на другом событии. В марте исполняется ровно год, как страна ушла на двухнедельную самоизоляцию. И вернуться из нее мы так и не смогли. Я не про физическое возвращение, а про моральное. Про возвращение в свое вчера. Карантинные меры радикально изменили весь мировой ландшафт. Во всех сферах жизни. Наиболее прозорливые уже тогда заявляли, что мы отправляемся в неизведанное. И возврата к былой жизни уже не будет. Март 2020 стал отправной точкой. Тотальной, подчас вынужденной цифровизации нашей жизни. Кто знает, сколько бы лет мы еще готовились к прорывам, а потом вяло их внедряли. Но случилась настоящая революция. Нет смысла перечислять массу форматов жизни, которые в одночасье перетекли в цифру. Самый, наверное, понятный для обывателя пример случившегося цифрового прорыва демонстрирует сферу услуг или вот наше образование. Сегодня уже все везде можно купить и заказать, не выходя из дома. Гигантские передвижения товаров и денег осуществляются без передвижения людей. Засевшие на удаленке спецы по цифровизации время зря не теряли. Ускорились темпы внедрения самых фантастических, хотя уже изобретенных ранее цифровых новаций. Вот на неделе Сбербанк оказался в центре внимания всего сетевого пространства. Обсуждают оплату покупок одним взглядом, на основе биометрии. 11 грамм каналов сокрушается. Цитирую. К концу марта способ оплаты взглядом будет доступен в 150 супермаркетах перекресток. В апреле в нескольких пятерочках в Москве. Забавно, но по сети уже гуляют шуточки из разряда. Получится ли оплатить товар, если у меня косоглазие. Но это как посмотреть. Любить ли смотреть через твое плечо, чтобы увидеть, что ты уводишь терминал, поплатиться за свое любопытство. Было бы смешно все это, если бы не было так грустно. Теперь будет в разы больше поводов собирать со всех биометрию, если ее начнут активно внедрять при оплате в супермаркетах. И тотальный контроль над массами с отслеживанием каждого нашего шага полностью вступает в свои права, раз подобные технологии набирают обороты. Пугаться неизбежно, но смешно и непродуктивно. А вот признать, что события именно последнего года ускорили внедрение самых смелых цифровых решений, приходится однозначно. Хотя угрозы новые весьма серьезны. Отныне много кому и много зачем своих персональных данных мы просто вынуждены передавать. Кто как их будет хранить и использовать. Кто станет конечным оператором несметных баз данных. Это вызов и угроза одновременно. Негатив еще тоже будем пожинать. Тем более, что не совсем готово национальное законодательство к возникающим вызовам. И может не война с твиттером, а именно совершенствование законов по персональным данным. Задача дня. И все же о плюсах. Мы научились постигать новые знания одномоментно, находясь в разных уголках планеты. Научились даже исполнять в приличном качестве симфоническую музыку, в условиях, когда каждый отдельный музыкант-инструмент сидит у себя в квартире. Оказалось, что не надо так часто ездить в командировки без уреда для работы. А иным и сами офисы не сильно нужны. Я уже не говорю, сколько много новых задач скрылось перед биомедицинским кластером. Стало очевидно, кто где и как реально преуспел. А кто просто все эти годы франдил в главном, что нас всех волнует, деятельности по сохранению здоровья и жизни. Почти все тотально установили у себя на гаджетах массу приложений, которые шаг за шагом уводят нашу былую жизнь в цифру. Те же социальные сети открыли людям новые форматы, где на первый план вышло живое, а не анонимное общение. А держатели сетей, как, например, YouTube, на минувшей неделе всерьез заговорили о процессе обложения налогами своих высокорейтинговых пользователей, поняв, что таковых отныне слишком много. И пора делиться. И в этот день, когда в России традиционно пекут масничные блины, как символ солнца, тепла и вкусной жизни, остается только пожелать всем, чтобы Новый год по постковидному летоисчислению стал для всех таковым. А еще стал годом окончательного смирения перед цифровым сегодня. И все-таки был наполнен большим числом живого общения и встреч. Всем доброго! Около трети своей жизни человек проводит во сне, и в этом нет ничего плохого. Даже наоборот. Вот уже более 10 лет в пятницу перед днем весеннего равноденствия проводится Всемирный день сна. Поговорим мы о нем, а также о важности сна сегодня с врачом функциональной диагностики униклиники Лилии Шагай Ахметовой. Здравствуйте, Лилия Яткаровна! Здравствуйте! Я знаю, что вы врач уже со стажем более 30 лет, при этом вы специалист в таком разделе науки, как сомнология. Да, это так. Так почему же важен сон для человека? Сон необходим для того, чтобы организм человека нормально функционировал днем. Во время сна мозг обрабатывает полученную днем информацию, раскладывает ее по полочку, что-то по полочкам, что-то в долговременную память, что-то в кратковременную память. Какая-то информация полностью уничтожается. Помимо этого происходит синтез гормонов, которые необходимы для того, чтобы организм человека нормально функционировал, чтобы нормально работало сердце, нормально работали эндокринные органы, чтобы человек мог вести социальный образ жизни, работать, отдыхать. То есть сон нам необходим для того, чтобы мы могли хорошо функционировать днем. Определите для нас, пожалуйста, основные факторы раздражений, которые приводят к бессоннице, к расстройствам сна. К бессоннице приводят множество факторов. В настоящее время на первый план выходят проблемы пандемии, когда со всех сторон идет отрицательная информация негативная о вирусе, о том, как он поражает людей, о том, сколько людей гибнут. Поэтому все это приводит к стрессу, к депрессиям, что нарушает сон. Есть ряд заболеваний, которые приводят к нарушениям сна. Поэтому для того, чтобы выяснить причину бессонницы, необходима консультация специалиста, необходимо обследование для того, чтобы можно было назначить необходимое лечение. Очень часто тяжело засыпать, потому что неудобная кровать или, может быть, одеяло не то. Вот у нас сегодня есть тот необходимый девайс, это подушка. Расскажите, какой она должна быть, правильная ли она у меня? Подушка, как и матрас, подбирается индивидуально под каждого. Как приходим в магазин, меряем обувь. Одну пару, другую, та, что комфортнее. То же самое нужно с подушкой. Прийти в магазин, не бояться лечь на кровать, пробовать одну подушку, другую, и выбирать именно ту, которая будет комфортнее. Здесь высота подушки имеет значение. Если мы ложимся на бок, смотрим, чтобы позвоночный столб был в прямом состоянии. Поэтому высота подушки должна держать вот этот вот изгиб, для того, чтобы не было прогибов, которые могут привести к нарушению кровообращения головного мозга. А моя подушка как? Ну, что касается этой подушки, она, во-первых, здесь высота подушки недостаточная, и она мягковата. Лучше, конечно, если это будет ортопедическая подушка, которая принимает форму тела и правильную форму, на которой будет комфортно спать. Ну, похоже, после программы я поеду покупать себе новую подушку. Ну, а с нами была врач-сомнолог Лилиша Гехметова. Большое спасибо. Спасибо вам. В Казанском университете есть удивительное, местами даже загадочное место. И о нем знает не каждый. Это сокровищница, в которой есть настолько ценные экземпляры, что их можно поставить в один ряд с редкими алмазами. Это книги, но не обычные, а рукописные. Отдел рукописей и редких книг хранит древние свитки, рукописи Инкунабулы, печатные издания, вышедшие с момента изобретения книгопечатания. Мир древних фолиантов и старинных томов завораживает каждого, кто приходит сюда. Кстати, университетская библиотека возникла раньше, чем Казанский университет. О том, что таит и хранит святая святых, Лобачевской библиотеки. Одел рукописей и редких книг Казанского университета в нашей еженедельной рубрике будет рассказывать Илья Андреев. Мы в стенах библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского. Сегодня вместе с вами мы увидим то, что скрыто от других глаз. Тайные места, о существовании которых знают только сотрудники. Уникальные кадры, снятые специально для нашего телеканала. Меня зовут Илья Андреев, и мы даем старт новой рубрике. Фонд библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского более двух веков сохраняет и развивает научный потенциал университета и региона. В составе библиотечного собрания около 150 тысяч книжных памятников на восточных, славянских и западноевропейских языках. Мы с вами находимся в читальном зале отдела рукописей и редких книг Казанского федерального университета. Мы в настоящей сокровищнице, ведь библиотека располагает шестимиллионным фондом. Особая ценность фонда – крупнейшая в России коллекция арабографических рукописей. Более 13 тысяч единиц хранения. Самый ранний из рукописей – арабский словарь 7 века в списке конца 11 века. Из славянских памятников наиболее ранним является пергаментная Евангелие середины 4 века. Мы с вами находимся в специальной комнате хранения отдела рукописей и редких книг. Здесь собрание книжных памятников посменного наследия народов мира более чем за 200 лет. Среди рукописей на русском языке – собрание актов 16-17 веков, императорские указы казанским губернаторам, царские грамоты сибирским воеводам, исторические сборники, родословия, широко представлены материалы по истории Казанского университета, Казани, Среднего Поволжья, в том числе подлинные рукописи выдающихся ученых Лобачевского, Зинина, Бутлерова, Бодуэна де Куртене. Основой библиотечного фонда Казанского университета стали два книжных собрания второй половины 18 века. Это библиотека князя Потемкина и библиотека секретаря Академии художеств России Полинского. Среди восточных рукописей – арабские сочинения по исламу, математике, медицине, астрономии, семитомный словарь писателя Востока Марджани, ценная коллекция старо-татарских рукописей выдающихся татарских просветителей Утыземени, Курсави, Боруди и других, автографы известных татарских писателей и поэтов, в том числе особо ценных изданий, первопечатные книги на западноевропейских и славянских языках, 17 инкунабул, изданных в 1470-х, в 1499-х годах, книги царств Франциска Скорины 1518 года и апостол Ивана Федорова 1564 года. Вот это как раз те самые книги князя Потемкина. Они первыми вошли в фонд библиотеки Казанского университета. Историческое здание научной библиотеки представляет собой уникальный объект культурного наследия, включенный в список памятников архитектуры государственного значения. Здание построено в 1834-38 годах. Позднее к нему был возведен пристрой. В проектировании и строительстве принимал участие Николай Лобачевский. Добраться до дела рукописей редких книг совершенно несложно. Адрес улица Кремлевская, 18, корпус 6. Режим работы с 9 до 5 с понедельника по пятницу. Как говорил Эрнест Хомингуэй, нет друга вернее книги. Так что до новых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Андрей Багаудинов. Итоги недели. На этом у нас все. Живите бодро, познавайте мир, берегите себя и близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин